Ну, очень просто. Просто в детстве он очень любил хвостом подтирать. Очень хорошая собака, очень удобная. Дома она лежит и не двигается под столом целый день. Ну, от лени. У вас большая квартира? Ну, у нас квартира не очень большая, однокомнатная. А мы на балконе? Иногда приходится. Потому что иногда я с ним на кровать не помещаюсь. А обычно вы помещаетесь с ним на кровать? Нет. Обычно тоже не помещаюсь. Просто он иногда залезает и ложится на меня. Кошмар. Страшная история. Давайте лучше смотреть, что вы нам приготовили, что вы нам покажете. Что ты на меня так смотришь? Так, ну, пойдем. Разворачивайся. Ужасно. Шнурки, шнурки полетели. Садись. Любишь в ладушки играть? Любишь? Нет. Нет, ну, скажи «да». Да. Молодец. Давай. На. Садись. Садись. Давай. Ладушки, ладушки, Где были у бабушки? Чего ели кашку? Чего пили брашку? Пули прилетели, На головку сели. Полетели, полетели. Ложись. Отдыхай. Натрудился. Ну, поваляйся. Вот на бочок. А теперь на спинку. На спинку давай. Вот так. Давай пузо почешем. Любишь пузо чесать? Ну-ка покажи. Виня, 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 Виня. Почеши пузо. Вот, молодец. Валяйся. 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 Вот, молодец. Хорошо. Ой, как хорошо валяется. Молодец. Молодец. Это брэк-данс называется. Ну, ты иди сюда. Стоп. Виня, давай вокруг клумбы поползаем. Развлечемся. Давай. Оба будете ползать? Давай. Ну-ка. Давай, давай. Скорее лежать. Лежать. Ползем, ползем, ползем. Брэк-данс, брэк-данс. Виня, Виня. Ползи, ползи скорее. Ползи. Ползи, 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 ползи. Ползи, ползи. Лежать. Лежать. Хорошо, ползи, ползи, ползи. Еще, еще, еще. Молодец. Еще немножко осталось. Хорошо. Ну, ладно, хватит мучить собачку. Молодец. Теперь давай тачку покажем. Кого покажем? Тачку. Вперед. Ко мне. Виня, на тарту. Тачка с гудком. Для заключительного конкурса нам нужен будет постамент. Постамент, во двор, пожалуйста. Давай. Ой, а. Ну, ну, давай, давай. Еще, ну, ну, чуть-чуть. Вот так, вставай. Давай, вставай. Ой. Хорошо. Молодец. Молодец. Хорошо. Вставай. Стоять. Вот это полюбуйтесь памятник знаменитому Синбернару Барри, который спас 40 человек. А теперь очень опасный трюк. Такая тяжелая собака и на трех ногах. Ласточка. Ласточка. Барри. Держи. Барьер. Хорошо. Прекрасно. Виня. Барьер. Хорошо. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Д Rabbit. Ко мне. Ко мне. Барьер. Ко мне. Ко мне. Ко мне. Мы закончили домашнее задание. Мы, это Ира, Веник и я. Следующими домашнее задание показывают Кирилл и Дези. Кирилл, как у вас появилась эта овчарка? Пришли щенков смотреть и приходит вот такой вот щеночек, бурый медведь совершенно непонятного цвета и залезает на руки. Ну, пришлось взять того, кто нас выбрал. Так что не мы ее выбрали, а она нас выбрала. А у вас еще какая-нибудь живность есть дома? Еще у нас дома вводится кот. Но редко, да? Нет. Но нифига они понимают друг друга. Иногда собака его лапой погладит, а он там на полу страшно вопит, говорит, что вообще, что вы со мной делаете? Или, допустим, вот он моется полчаса своим маленьким язычком, только вроде закончит. Приходит собака, говорит, ты чего тут мучаешься? Два раза его лизнет, а у кота настроение на весь вечер испорченное. Ну, хорошо. Что умеет делать Дези? Ну, мы умеем почти все. Давайте почти все посмотрим. Собака, иди сюда. Рядом. Вот, хорошо. Мы делаем этот же общий курс с завязанными глазами. Одевайся. В темную. Веди. Рядом. Веди. Хорошо. Рядом. Умница. Хорошо. Рядом. Хорошо. Молодец. Хорошо. Сидеть. Хорошо, молодец. Хорошо. Ко мне. Хорошо. Я здесь. Вот так. Вот, умница. Мне нужна аппортировочная палочка наша любимая. Мы можем таким же образом... Где у нас любимая палочка? Принести аппорт. Молодец. Вот. Хорошо, молодец. Вот палочка. Есть. Чуть-чуть. Мы вот прямо и встали. Опыт. Хорошо, умница. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот, молодец. Сидеть. Хорошо. Еще мы можем таким же образом, с закрытыми глазами, пойти на место. Вот мы обозначим сейчас место. Так. Повязку мы наденем обратно. Иди сюда. Место. Возьми. Ко мне. Хорошо. Я здесь. Вот так. Вот. Почти попало. Молодец. Апорт. Место. У тебя. Ничего, и там посмотри. Место. Ищи, ищи, ищи. Ищи, ищи, ищи. Хорошо. Ищи. Ищи место. Молодец. Хорошо. Нашло. Да, 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 да. Повязочку на экспертизу, пожалуйста. Пожалуйста. Можете поносить. Не видно. Дело в том, что когда всякие подозрительные личности иногда ходят, вместо того, чтобы на них собаку натравливать, поскольку это противопоказано не только этим личностям, но и нам неприятностями, я их отпугиваю несколько другим способом. Мы можем иногда пощелкать зубами. Какой страшный щелчок. Иногда мы пытаемся, когда у собаки нет настроения играть в щелкалки, мы иногда пытаемся играть в рычалки. Вот. Страшный, страшный, страшный. Иди сюда. Ну, я тоже могу подвать. Нет, я это повторять не буду. Кирилл и Дейзи показали домашнее задание. И последнее домашнее задание показывают Настя и Наргиз. Вы нам написали, что у Наргиз какие-то сложные отношения с книгами. Ее оставили дома одну на целый день. И стояла в квартире этажерка с книгами. Ну вот, когда ей наскучило в одиночестве лежать, она решила заняться чтением книг. Сначала она выбрала высшую математику учебник. Долго его изучала, разобрала его весь по страничкам. Потом, видим, когда она устала заниматься высшей математикой, она решила развлечься сказками Андерсона. Ну, это ее, наверное, в такой восторг сказки, где привели, что потом пришлось их собирать просто веником. Я знаю, почему она разбирала сказки Андерсона. Потому что, насколько я знаю, Наргиз должна со дня на день, да, принести потомство. Да, она у нас в положении. Настя, ну, что вы нам будете показывать? Ну, вообще, во всех изданиях по собаководству написано, что эта порода вообще-то не дрессируется. Ну, вот мы покажем вам, что умеем. Пойдем, Маркес, пойдем. Спасибо большое. Да, Маркес, рядом. Господи, судья, учитывайте, что это будущая мать. Да. Мы вам покажем, как мы умеем сидеть рядом. Маркес, рядом. Трудно садиться, живот мешает. Мельница. Теперь три обычные собачьи команды. Лежать. Тяжелая девочка, бедная. Тяжелая девочка, хорошо, молодец. Наргиз, сидеть. Сидеть. Хорошо, молодец. Стоять. Ай, умница, молодец. Хорошо, хорошо. Можно ее погладить? Можно. Хорошая девочка, хорошая. Сколько у тебя детей-то там в тебе? Сидеть. Дай Миша лапку. Дай лапку. Дай лапку, Миша. Давай, лапку. Хорошо, молодец. Дай другую. Молодец. Обе дай. А обе она не так дает. Наргиз, дай две. Наргиз, 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 дай две. Две скорее. Хорошо. Молодец. Хорошо. Хорошо. А теперь вот мы понесем вымпел. Какая красота, боже. Вот. Держи. Держи. Хорошо, пойдем. Держи. Держи. Хорошо. Наргиз, дай мне вымпел. Дай. Держи, держи, не отдавай. Дай. Дай вымпел. Это делается не так. Это надо сделать вот так. Оп. Хорошо. Молодец. Хорошо. Какой красивый вымпел. Дальше у нас Наргиз должна была прыгать, но в связи с ее положением будет прыгать дублер. Дублер в желтом пиджаке? Ах, вон какой дублер. Наргиз. Это тоже она. Пойдем. Джамиля. Джамиля? Зовут ее Джамиля, да. Джамиля. Барьер. Хорошо. Ко мне. Джамиля. Джамиля. Барьер. Хорошо. Стоять. Хорошо. И сейчас через колечко. Кривое какое-то. Ну, самодельное. Размер собаки, размер колечко. Джамиля. Барьер. Джамиля. Про колечко, про колечко быстренько расскажу, пока вы прыгаете. Армянскому радио задают вопрос. Как женщине быстренько похудеть? Армяне говорят, пусть крутит хула-хуп. Говорит, а если она не влезает в этот хула-хуп? Ну, зачем же тогда такую шикарную фигурку портить? А теперь мы покажем вам чехарду. Наргиз. Хорошо. Стоять. Джамиля. Хорошо. Стоять. Наргиз. Как-то лениво, вяло. Да, взяты по своей природе очень экономичные собаки, так как они на своей родине экономичные. А на своей родине у них очень тяжелые условия существования. Отсутствие воды. Кормят их там тоже. Целуются. Настя, Наргиз и как зовут? Джамиля. И Джамиля показали домашнее задание. Господа судьи, первыми домашнее задание показывали Ира и Веник. Пожалуйста, оценки. Четыре пятерки. Вторыми домашнее задание показывали Кирилл и Дези. Четыре пять пять пять. И последними домашнее задание показывали Настя, Наргиз и Джамиля. Пять четыре пять пять. Что можете сказать? Я вообще-то впервые на таком мероприятии. Очень странно в зал как-то смотреть человек, собака, человек, собака. Это нормальный зал. Все остальные неправильные. Наверное, это так. Спасибо. Мы начинаем наш второй конкурс. Собачьи вопросы. Внимание, первый вопрос. Во время Итальянской войны Третий Зуавский полк садился на корабли в Алжире, чтобы отправиться в Геную. Был отдан приказ не брать с собой собак. Солдаты были очень огорчены, так как очень любили своих собак. В основном это были пудели, которые были практически у каждого. Но выход был найден. И теперь вопрос. Каким образом солдаты пронесли своих пуделей на корабль? Варианты. Они попрятали пуделей в барабаны и незаметно пронесли на корабль. Второй вариант. Они спрятали своих собак в жерло пушек и доставили на корабль, не попавшись начальству на глаза. Или они обрили своих собак на лосы и выдали их за корабельных крыс. Ира? Я думаю, те, кто любит своих собак, в пушку никогда не засунули. Так. А вот насчет бритого пуделя, это да. Это те, кто любят, все бреют. Ну да, похоже на то, чтобы долго не возиться. То есть они брили. Просто побрил и все. Побрили, командир спрашивает, это у тебя кто, пудель? Он говорит, нет, крыс. Он говорит, а, проходи, конечно. Да. Отлично. Кирилл? Ну, я думаю, что все-таки их надо было куда-то упихать. Куда? Скорее всего, все-таки в барабан. В пушке маловато, наверное, места. Ладно, вам по барабану. Настя. Я думаю, что в пушке. В пушке. Потому что в барабане пудель бы не смог бы тихо сидеть, его было бы слышно. А сколько штук пуделей помещается в пушку? Ну, если плотно, утрамбовать. Шомполом туда утрамбовывать. То, наверное, много. Добрые, добрые у нас сегодня участники. Я даю правильный ответ. Солдаты спрятали своих любимцев в барабаны и незаметно пронесли на корабль. Вот такие хитрые были зуавы. По свидетельству современника, Пушкин пришел на первое свидание с Анной Петровной не один. Теперь вопрос. Кого Пушкин взял с собой на первое свидание? Учитывая, что у нас собачья программа, Пушкин явился на встречу с железной палкой в сопровождении двух огромных волкодавов. Вторая версия. Проще всего в карман положить. А зачем? Ну, а чтобы не... А вы уверены, что это такие устойчивые символы семейного счастья? Ну, похоже на то. Похоже на то. Они обычно в квартире всегда уживаются. Клопы и тараканы. Отлично. Пришел с клопом и тараканом. Я помню чудное мгновение, видно, посвящено после... написано после этой встречи. Скорее всего. Кирилл. Мне кажется, что он очень удобно действительно носить. Всякое домашних животных в кармане, в коробочке. Взял клопа и тараканы. Их самых. Я поражен этим версиям Настя. Ну, я думаю, что третья. Третья. Пошел с Дельвигом и Державином. Да. Ну, Дельвиг друг, а старика-то чего беспокоить. На свидание идет. Хорошо. Принял все варианты, а теперь правильный ответ. По свидетельству современника, Пушкин пришел на свою первую встречу с Анной Петровной Керн с тяжелой железной палкой в сопровождении двух огромных волкодавов. Третий вопрос. Какое применение в Древней Греции имели карликовые белые собачки с шелковистой белой шерстью и розовой кожей? Варианты. Из их шерсти вязали теплые шерстяные изделия. Они спасали своих хозяев от блох, собирая их на себя. Или их использовали в качестве мочалок в знаменитых римских термах. По-нашему, в банях. Ира. Ну, я думаю, скорее всего, они спасались от блох таким, Макаром. От шеи, от блох. Набирали на собак блох? Ну, да. Носили ее при себе всегда, под мышкой. Если на них блохи прыгали, они сразу на теплое место. В месте, где наибольшее скопление блох. Ну, да. Раз, сразу на собачку. И все, и без проблем. Голову мыть не надо сейчас. А голову-то при чем? Куда блохи попадают? Все, понял. Кирилл? Ну, вот, похоже, версия вообще, мне тоже, это по душе. Мне кажется, что если таскать собаку, да еще и с белой шерстью и с розовой кожей. С розовой, с розовой. Очень удобно. На ней действительно видно степень кондиции. Как только там слишком много блох, ее можно опять постирать. Видно. Так. То есть, от блох. От блох. Вы свою собаку от блох не используете? Нет, она слишком большая, стирать неудобно. Хорошо. Значит, блохи у вас в свободном полете живут. Настя. Я думаю, что для шерсти. Для шерсти? Да. Потому что собачьи шерсти очень полезны. А вот Ира считает, что обдирать шерсть собаку не просто. Ну, можно, во-первых, во время линьки вычесать, а во-вторых, подстричь. Принял все варианты. А теперь правильный ответ. Карликовые баллонкообразные собачки с шелковистой белой шерстью и розовой кожей спасали своих хозяев от блох, которых было множество и в лачугах, и в замках. Собачки собирали на себя паразитов, которых потом спасенные хозяева уничтожали с помощью водных процедур. Господа судьи, вы слышали собачьи ответы. Оцените их. Первый отвечал на вопросы Ира. Четыре пятерки. Вторым отвечал на вопросы Кирилл. Пять, пять, четыре, пять. И третий отвечал на вопросы Настя. Четыре пятерки. А сейчас мы начинаем заключительный конкурс. Сегодня мы проводим собачий слалом. Вам предстоит пройти эту скоростную трассу, сбив как можно меньше кеглей. И первыми на старт выходят Ира и Веник. Вот это можно. Веник, а ты там обходишь. Ой, ради бога, не хотела. Да ты аккуратнее меня, Вениска, лови. Стоп. Одну кеглю сбил Веник, одну кеглю сбила Ира. На старт выходят Кирилл и Дейзи. Пошли. Пошли. Может тебе глаза завязать? Вот, как она идет. Раз. Две. Две кегли. И третьими на старт выходят Настя и беременная Наргиз. Наргиз, что? Пойдемте. Наргиз, тихо, Наргиз. Пойдем, пойдем. Раз. Два. Две кегли сбили Настя и Наргиз. Господа судьи, ждем вашего суда. Первым проходили с лалом Ира и Веник. Пять, 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 пять. Вторыми на трассу выходили Кирилл и Дейзи. Четыре пятерки. И последними шли Настя и Наргиз. Пять, 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 пять. Дополнительные оценки это особое мнение о маяхе. Что вы можете сказать? Значит, жена приходит домой, а у нее в руках чапи. Большое количество пэдигри пал тот, который. И муж говорит ей, дорогая, милая, так зачем нам это все? У нас ведь нет собак. Она говорит, не гавкай. Я думаю, что просто я бы сам хотел пройти вот так, и чтобы не сбить ни одну. И это, мне кажется, тяжело даже человеку. А вот они справились. Спасибо, господа судьи. Вы замечательно судили. За это генеральный спонсор Чапи вручает вам сувениры. А сейчас призыв всем участникам сегодняшней программы. От генерального спонсора Чапи полноценный и сбалансированный корм, разработанный специально для собак. А сейчас победитель. Это Ира и Веник. Они набрали 60 баллов. И они получают главный приз от генерального спонсора Чапи. Остальные участники получают поощрительные призы. Мы поздравляем Иру и Веника. Мы благодарим всех, кто принял участие в сегодняшней игре. А сейчас кресло победителя. Во двор! Такая удача, такое веселье, Если хозяин с тобой. Всегда Новый год и всегда новоселье, Если хозяин с тобой. Такая тоска и такое мученье, Если хозяина нет. Никто не подарит кусочек печенья, Если хозяина нет. Если хозяина, 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 хозяина. Если хозяина, 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 если хозяина, 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 хозяина.